Мы получили то, к чему стремились. Мы уничтожили интеллект, и страна превращается в страну идиотов. Привыкли органы нашей власти вот к такому лёгкому подходу к уничтожению человека. И это уже становится системой. Здравствуйте, дорогие друзья. Канал Перехват Управления с вами. И у нас из Крыма Леонид Григорьевич Ивашов, генерал-полковник в отставке, доктор исторических наук. Здравствуйте, Леонид Григорьевич. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, наши уважаемые зрители. Леонид Григорьевич, ну вот такое событие произошло, да, как типа смерть Навального. Но подтверждений в принципе нет. Смерть, была эта смерть, может быть, ещё тоже какие-то двойники есть. Всё настолько покрыто тайной пока. Вот что вы считаете? Я Алексея вот знал только заочно, ни разу с ним не встречался. Ну и во всём, прямо скажу, поддержил её политические взгляды на Россию, на Запад и так далее. Но Алексей ведь это один из случаев, вот то, что с ним произошло, которые происходили в России, начиная, ну я бы сказал так, начиная с Рева Яковлевича Рохлина. Мы видим загадочную тоже смерть, вот, но он был таким сильным оппонентом власти. Вот его смерть. Затем мы отмечали смерть, ну, тоже после резких выступлений министра обороны России Игоря Николаевича Родионова. Вот тоже случайная смерть, правда, там онкология. Давайте посмотрим, вот мой большой друг и друг в России, трезвой России, Михаил Николаевич Задорнов. Вот тоже с ним произошло, и он на эту тему задавал даже мне вопрос, можно ли вот какую-то смерть нести. Мы видим, как сегодня развивается и в каком направлении Всемирная организация здравоохранения, когда там пытаются миллиарды уже убивать людей. И вот мы опять туда лезем, в эту ВОЗ, в Довозский форум и прочее, прочее, прочее. Ну и дальше я напомню, что Виктор Иванович Илюхин, коммунист, представитель коммунистической партии, генерал-лейтенант юстиции, прокурор, который пытался возбудить уголовное дело, ну, против действующего президента. У него тоже случайно тромб вот сидел просто, буквально мы накануне там, значит, встречались с ним, опять вот эта случайность и так далее, тому подобному. Ну, я уж там не говорил про Литвиненко, другие случаи там, вот. Но это мне вот представляется, является вообще-то главной опасностью для внутреннего спокойствия России. А мы видим вот и по Литвиненко, и по другим случаям, вот. И вот сегодня по Алексею Навальному возбуждается и весь мир, западный прежде всего. И вообще вот эта история с Навальным, ну, довольно какая-то мутная, будем говорить. Да, он был оппозиционер действующей власти. Он критиковал, жестко критиковал. Он, посмотрите, пользовался популярной. Если я не ошибаюсь, на выборах мэра Москвы он обошел всех оппозиционных представителей и набрал 27% голосов. Значит, за ним стоят люди. Путин не раз говорил, Медведев особенно, будучи президентом, говорил, что вот проблема, разрушающая Россию, это коррупция. Навальный организует вот это общество, как он фонд борьбы с коррупцией. Ну, казалось бы, если глава государства говорит, если там правящая, в кавычках, партия Единая Россия говорит о коррупции, как о проблеме, как об угрозе. И поэтому, я говорю, ну, если вы заявляете это как одну из главных угроз существованию российской государственности, если внутренние органы, органы МВД, ФСБ не справляются с этой коррупцией или не хотят справляться, ну, пожалуйста, задействуйте вы. Вот это мощное общественное движение, и порядок был бы наведен. Но вот я полагаю так, что никто с коррупцией бороться не хотел. Да, где-то арестуют там полковников, там даже доходило губернаторов там арестовывали. Но сегодня вот очевидно, кто главный коррупционер. Вот они там с десяток этих вице-премьеров со своими миллиардами сбежали. Мы помним, как Олимпиада зимняя, вот исчез миллиард долларов внезапно, и главный строитель этой Олимпиады исчез за границей. Ну и дальше видим, что, ну, сегодня вот эти офшорные всякие компании, но никто не страдает. Главные коррупционеры, они не пострадали. Вот, что Навальный больше вреда принес, чем Чубайс, чем Ельцин, о котором Путин откровенно в своем интервью говорит о том, что вот он, по сути дела, изменил родине тогдашней, что совершил государственный переворот с расстрелом Верховного Совета. Вот, все это то, что делается на государственном и окологосударственном уровне, все это, по сути дела, поощряется. А вот если кто-то пытается вот этому процессу государственной измены, вот этого ограбления страны помешать, он становится, ну, становится государственным преступлением. За что, вот я, например, не понимал. Я еще раз говорю, ну, вот не во всем я согласен с Алексеем был. Но, если за убийство дают 7 лет сегодня, за там участие в какой-то террористической диверсии, там где-то, ну, 12-15, за что, вот не мог я понять, ему дали 19 лет. И потом условия содержания. Ну, честно говоря, вот, когда смотришь 17 мгновений весны, и вот этот эпизод, где-то завел Штирлица Мюллер, значит, в подвалы где-то там, и вот эти крики, издевательства и так далее. Ну, вот это все мне непонятно. Это, вот, мне представляется, что привыкли органы нашей власти вот к такому легкому подходу к уничтожению человека. И это уже становится системой. А значит, это обязательно породит в стране народовольцев. Надо вот в историю заглянуть, которые, значит, там убивали, ну, начиная с государя, там, губернаторов, генерал-губернаторов и прочее-прочее. Нужно это стране или нет? И вот здесь встает вопрос. Ну, вот сегодня Путину, идущему на выбор, ну, чем угрожал Навальный? Он никакой пользы даже там, ну, убрать оппонента, он, значит, ну, что он там сидит, изолирован, не имеет, так сказать, выхода, пространство информационное. Но, оцениваю, ну, убрали Надеждину, вроде конкуренцию оттянуть голоса мог, но ведь Навальный этого не мог. И вот здесь возникает вопрос. А вообще-то от Путина ли идет? Или против Путина идет? Да, вот эта система, когда не нравится, там, конкурент или, там, вообще какой-то человек критикующий, и кто-то там соврали вдвоем, которые говорят, слушай, давай его там, это самое, уберем. Вот так, наверное, решалось. Да, Пригожин мой, вот я еще не привел, тоже вот выступил против, значит, вот такая дикая, там, смерть, убийство. Вот, поэтому, ну, не особенно верится мне в этот, да, возможно, даже тромб, но поскольку вот это уже стало системой, вот неугодных убрать, убрали многих академиков отодвинули, разумных, значит, вообще ученых, там, профессоров и интеллект, интеллект убирают. Вот, даже такой лояльный к власти Сергей, академик Сергей Петрович Капица, или Капица, наверное, да, Сын знаменитого, выдающегося нашего ученого, вот, вел программу очевидное, невероятное, вот, поднимал и кругозор наши знания, и объяснял многие вопросы, которые происходят в мире, в стране, в природе, вот, вот он в 2009 году, я не цитирую, говорю по памяти, в 2009 год, он дал такую оценку, что мы получили то, к чему стремились, мы уничтожили интеллект, и страна превращается в страну идиотов, вот. Ну, вот, наверное, такое можно, такое дать можно определение, что, вот, не соображая. И еще Бехтерева, еще раз приведу, по-моему, я с тобой, Великого Бехтерева, Бехтерева, который писал, если человек не просчитывает последствия своих деяний и решений, он находится в первой фазе шизофрении. Вот к чему мы идем. Да, Алексея там похоронят, память сохранят, но страна-то не туда катится. Интеллект перестает присутствовать в системе власти и управления. И вот все больше и больше, я это отмечаю, это мой вывод. Вы знаете, в стране, даже в сфере большой политики, проявляется такой фактор, как мстительность. И, по-моему, мы на Украину вот пошли, да, пошли просто, ну, с чувством какой-то мести. За их Майдан, за вот эти москаляки, нагеляки, вот, за этот госпереворот, вот, наверное, за оскорбление там лично президента, министра обороны. Он оттуда этот поток, вот, ну, шел. Но его останавливать нужно было именно интеллектом, разумностью, вот, и другими методами, методами убеждения. Леонид Григорьевич, а скажите, пожалуйста, а вот Навальный еще же два года назад говорили, когда он возвращался из Германии, говорили, что не надо возвращаться, что это, в принципе, его конец. Так и произошло просто с течением какого-то времени. Как вы считаете, почему он все-таки вернулся? Потому что пригрозили ему там? По какой причине он мог сюда вернуться? Ну, я не думаю, что там пригрозили, но он надеялся, как и каждый из нас надеется, вот, на то, что хоть остатки демократии здесь есть какие-то, вот, ну, вернулся в надежде, наверное, ну, что там, что могут с ним сделать здесь? Он же, наверное, читал и уголовный кодекс, и конституцию. Вот, и ведь каждый мы живем какой-то надеждой, да. Плюс думал, что вот за ним же стояли, ну, если не сотни, не миллионы, то сотни тысяч, и ребят в основном молодых. Молодых, да. Ну, и, наверное, какие-то там, он где-то надеялся, что вот Запад не допустит этого, переоценил возможности. Да, безусловно, ну, кто-то его использовал, в том числе на государственном, в той же Германии. Использовал, наверное, на таком, вот, использовал его позицию. Для чего? Тут гадать только можно. Чтобы, может быть, действительно какие-то получить там экономические плюсы от России, ну, политические, наверное, тоже дивиденды отхватить где-то. Да, но ведь мы то же самое работаем. Любая страна имеет какую-то, и желает иметь, и развивает это хотение свое, чтобы были, ну, такие социальные слои, политики, которые поддерживают и нынешнюю власть, и Россию, и так далее. Это обычный процесс, и радиоветка в этом плане ведется, и используют политические организации. Ну, вот мы наблюдали, например, вот, что происходило в той же Украине. Я вот вопросом занимался как раз в преддверии выборов. В интеллигации, такой общественной интеллигации. Вот ездили туда, значит, и видели там, когда Янукович Ющенко, по-моему, да, вот эти складки были. Я посетил там университет, посмотрел, посмотрел, как работают американцы и Запад в целом. Они не начинают создание каких-то там террористических организаций, антироссийских. Они, ну, заходишь в фойе университета, тут же все объявления, что вот обучение на компьютерах, значит, проводят в такой аудитории, обучение там каким-то политическим там процессом, значит, и везде общественные организации проводят. Ну, главные у американцев эти организации, демократический институт, госпожа Албрайт в то время там возглавляла его, и институт республиканский, как общественная организация, и сенатор Маккей, вот, и выделили, потом уже, когда вот интерес у меня появился, значит, мы выявили, что и тому, и тому выделялось по 10 миллиардов долларов на 10-летнюю программу, вот, работы с молодежью. И они ничего там сидят, вот, обучают на компьютере, обучают английскому языку, еще каким-то там предметом, и так далее. И вот мне дали информацию, 4 тысячи так называемых некоммерческих организаций США и Запада работали с молодежью, ну, не только с молодежью, в Украине или на Украине, вот, я не помню тогда, что это было. Да, я поинтересовался, а сколько наших общественных некоммерческих организаций работает. Ну, сопоставимо, 4 единицы. Это вот институт стран СНГ Константина Федоровича Затурина, ну, как наиболее мощный, ну, еще 3 там мелких организаций. А чего мы ожидаем? А чего мы ожидаем? Вот, как результат, ну, несопоставимо все это. То есть нет у нашей власти долгосрочного видения, да, что будет и чему вообще, куда обращать внимание, на что обращать внимание. На детей это же самое первое, куда нормальное государство должно выделять, как бы, средства и свои усилия тратить. Тем более с Украиной. Я не говорю, что вот она и очень плохая, или она стала братом. На Украине произошло даже хуже в области сознания и отношения к России, чем у американцев. Ведь американцы после Второй мировой войны запустили 10-летнюю программу перевоспитания немцев. И начинали вот с молодежи, с детского такого возраста, хорошо эту программу финансировать, чтобы Германия, ну, никогда не стала там противником и Великобритании, и Соединенным Штатам. И они водили детвору, вот эти факты я просто видел и во время службы в Германии, что собирают молодежь в Западной Германии, в Восточной нет, в Восточную воспитывали мы, хорошо или плохо, но работали. А вот там, значит, собирают детвору, везут там в какой-нибудь там, ну, в Освенцим там, лагерь, и вот показывают, что сделали, значит, их там предки, гитлеровцы, что сделали. Дальше, значит, постоянно читают им там лекции, вот начиная там с 7-8-летнего возраста, их уже воспитывают. То есть вы, вот и мы, значит, оценивали, что просто вытравливали вот эту немецкую сущность, как бы разнемечивание проводили. Я помню, Дарья Асламов, спецкор комсомольской правды, ехала в Германию и вот заскочила там ко мне, Леонид Грючев, на что обратить внимание? Я ей сказал, говорю, вот, обрати внимание, где немцы сохранились, как нация в Западной или в Восточной Германии? Уже Германия была объединена, вот, и она приехала, и потом писала в комсомолке свои репортажи, и она приехала, и мне говорит, Леонид Григорьевич, в Западной Германии немцу не осталось практически. Немцы не по крови, а вот по сознанию. Они стесняются называть себя немцами, они там придумывают европейцы, там, жители там Запада и так далее. А вот в Восточной Германии немецкая сущность, сущность характера, традиции, она сохранилась. Вот это просто я показываю, как пример работы с населением по перевоспитанию. Леонид Григорьевич, ну, наверное, за 30 лет и в Восточной Германии не осталось немцев. У них было время проработать и там тоже. Ну, нет, там, посмотрите, вот, если там даже в интернет зайти, в Восточной Германии сохранились кирхи, то есть церкви, сохранились там традиции, и туда не пускают мигрантов. Да, ограничивают, я бы сказал, мигрант. Вот, там и немецкий дух, наверное, присутствует. А вот в Федеративной Германии, уже, ну, в Западной Германии, будем говорить, там вот именно стараются уже не подчёркивать себя, значит, то, что он немец. Вот, а они лидеры Евросоюза. Вот, а они вот мы общие европейцы там, общезападники и так далее. И вот мы, тоже происходил у американцев вот этот опыт, который они там в Германии, да и во всей Европе, значит, распространяли, экспериментировали, они его приложили к Украине. Мы же кого туда? И посмотрите, вот, перед Майданом, это американская традиция их, не только госдепа, но и спецслужб. Как где что-то заваривать, вот можно даже оценивать, да, что готовится. У них есть послы в качестве послов, ну, резидентов там, ЦРУ, РО. Но, вот, есть обретший опыт. И если они положительно где-то организовали переворот, вот, в той же, например, Югославии, то его посылают дальше. Посмотрите, кто были американскими и британскими послами, вот, в те годы, в годы перед Майданом, после Майдана и по сей день. Да, кто были? Вот эти специалисты по организации там переворота или каких-то других политических акций. Вот, а кого мы посылали? Кого мы туда посылали? Виктор Степанович Черновырдин. Вот он президента не состоялся пройти, не прошел президента, даже кандидат. Вот его, чтоб не мешал здесь, не будоражил. На тебе боже, шуменины гоже. На Украину. После Черновырдина кто? Зурабов, будучи тут и министром там, не имея вообще фельдшерского образования и здравоохранения там, и всю социальную сферу. Он проворовался. Куда? На Украину. Не на передовую, там, как сейчас, в Киркоро, говорит, там, отплясывать, а туда, в Киеве. У Сульванина посылаем, ну, пусть он там, да, ну, не такой яркий, что ли, там, уже верующий в ислам, но его просто вот в порядке, чтобы вопрос стоял, или сажать его в тюрьму, или на Украину. Вот мы на Украину послали. А что бы, какого результата хотели добиться, никто не ставил ему, езжай, ради бога, туда, и уголовное дело не будет там раскручиваться. Вот и все. Поэтому вот... Кошмар, Леонид Григорьевич, даже страшно за нас становится, если у нас такая власть. Леонид Григорьевич, а кто же сейчас у нас является послом в Соединенных Штатах в России? Антонов, по-моему, до сих пор. Нет, в России. Американский, в России. Те же, кто делал Майдан на Украине, у меня к этому вопрос. А ты знаешь, Виктория, я как-то уже не обращаю внимания, не смотрю вот это центральное телевидение, да. Ну, прежних послов я знал, хорошо общались мы здесь и в Америке. Ну, как всегда, вот особенность американских послов, британских, особенно, они защищают свои интересы, они видят, их там, я не знаю, инструктируют, ставят ли политические задачи, но они знают, зачем едут. И у них американские интересы, или в Британии британские, они главные. Методы там разные используют, но, 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 он никогда не поступит с американским интересом. И они, вообще-то, управляемы. Управляемые со стороны Госдепа, это сильная организация США, они управляются и со стороны администрации президента, вот через Госдеп или напрямую, и, конечно, там под каждого посла, резидента ЦРУ, прежде всего, подбирают, ну, тоже, чтобы он, как бы, помогал послу, вот, в общей системе, деятельности системы и цели и задач, значит, работы, вот, в России и против России. Думать, что там, если обнимается, хлопает по плечу, то все это хорошее. Нет, вот, именно подбирают. Если у посла есть сильные стороны, но есть какая-то слабая, то другие там в ранге второго человека в посольстве, в ранге, там, резидента ЦРУ в России, ну, где-то РУМО, разведуправление Минобороны, это в меньшей степени, ну, вот, все. И они вот эту политику строго следуют. Я не знаю, какую задачу ставят нашим послам, какую задачу решает МИД сегодня, вот, какую задачу. Какую задачу решает дубрёр МИД, это управление по внешним, по международным делам, по-моему, администрации президента, рядом с президентом. И вот эта разобщенность, разобщенность сегодня во мнениях у нас на самых верхах и заканчивая там нашей деревней, если она ещё сохранилась. Вот, какова цель России на международной арене сегодня? Кем мы хотели бы стать? Какова вот эта наша модель нашего присутствия? Кем мы в этом мире должны выглядеть? Или вот этой какой-то полудикой страной с ядерным напалдашником там? И вот мы идём всех пугать. Или, может, мы действуем, как Сунь-Джи говорил, не создавай врагов, создавай друзей. Враги сами объявятся. Вот, мы не знаем. И ты вот знаешь, что тебе завтра, через два года будет в нашей стране. Я, например, не знаю, я знаю закономерности, что такая страна долго не может существовать. Вот. И поэтому, поэтому вот мы действуем, как растопыренными пальцами. И вот я сегодня не могу определить, вот кто подвёл Навального вот к такому исходу. Он почти больше года в общей совокупности просидел в этой штрафной зоне, в штрафных изоляторах. Вот. И вполне возможно, что он надоел. Сначала в одном сидел изоляторе, и вот когда показывали мне, значит, режим, ну вот я не могу понять цель этого режима. А ведь у нас ещё с советских времён, что если ты попал в тюрьму, выйди на свободу с чистой совести. То есть воспитание. Там же и стоять на одной ноге там. И каждый час, значит, прежним изолятором. Каждый час тебя там будет ночью, и ты должен там отрапортовать такой-такой-то статья, такая-то там то-то-то-то. Вот объяснил бы кто-нибудь мне, психологи, вот может Гундеру вот эту Игорь Алексеевичу задать вопрос. Да. Для чего вот это? Вот какой воспитательный вот заряд вот такой режим несёт? Леонид Григорьевич, я могу ответить на этот вопрос. Это просто издевательство. Больше ничего. Ну, издевательство, опять обратимся, считается, что самые жестокие пытки, это неправда. Были ещё и у американцев там, над индейцем, что совершали гитлеровцы в отношении там и своих граждан, и пленных, и так далее. Были ещё, вот я говорил, где ещё, в какой стране мира, это Путин же говорит, вот мы там стремились, ну, Ельцин стремился к цивилизованный Запад. Вот. И он пытался тоже в интервью такеру Караславу, цивилизованный Запад. Поверьте, я объездил этот Запад, по службе причём. Это не туризм, что поехал посмотреть. А вот что есть в странах, значит, какой она исповедует там геополитическую доктрину свою, вот, какую, значит, у американцев в 1963 году появилось наставление по проведению психологических операций против военнослужащих других стран. Вот, и мы исследовали тоже эту проблему. С каким они вот идут настроением, с какой целью, именно психологически. И я в одной из книг своим приложением сделал, когда в 2018 году рассекретили американцы план действий, нет, использование называлось, именно вот психологическо-информационная вот эта операция мощнейшая проводилась, называлась она «Использование смерти Сталина в национальных интересах США». Это 38 страниц переводил, вот, Шеня Загранян, бывший мой студент, потом Аспирант, вот, переводили вот эту вот всё группу ребят. И я прочитал, там и как журналисты должны были себя вести, как, значит, там политики, дипломаты, как военные там даже планировали, что пригласить Жукова, в Соединённые Штаты, обласкать его маршала Жукова, поскольку он в ректоре там, оппозиция находился к Сталинам. И этот документ был, ну, подписан 18 марта 1953 года. У нас есть вот нечто подобное, кем мы в информационно-психологическом плане должны быть на мировом информационном пространстве. Леонид Григорьевич, а этот документ опубликован, его можно где-то прочитать? Ну, вот книга у меня «Россия или Московия». Там в полном объёме и напечатан этот документ. То есть, в принципе, мы можем ознакомиться, что он нам в Соединённые Штаты готовит. Это меморандум Совета национальной безопасности о использовании смерти Сталина в национальных интересах США. Я взял его из интернета, когда вот было объявлено, что рассекречено. Да, и взяли мы из интернета его и перевели. Так что всё расписано. У нас, к сожалению, этого нет. И вот вернёмся к Алексею Навальному и резюмируем, да, что из него вот этими такими неправовыми действиями, попытками ещё что-то там с ним сделать, из него сформировали вот такую личность, которая стала со своей стороны ненавидеть эту власть. То есть, ненависть вот такая вот, беззаконие, оно всегда порождает обратную реакцию. И вместо того, чтобы действительно бороться с коррупцией, стали бороться и с теми, кто борется против коррупции. Мы помним там и Усманов в отношении него там и так далее. И довели до того, что вместо того, чтобы отработать, пригласить на каком-то уровне, какая цель вашей организации, ведь за ними, я ещё раз говорю, стояли молодые, а наиболее активные, пассионарные ребята. И вот не использовать эту силу, ну, нельзя. Но у нас вот пошло, я видел, как с Ельцином, как вот при Ельцине было. И я тогда сравнивал, вот публично сравнивал, что кто за Гитлера не кричал громко, хайль там фюрер, хайль, хайль, не кричал, их заживали. Кто кричал громче всех, вот, те выросли там до их сминистров и так далее. И вот примерял к Ельцину. Кого Ельцин там отбирал? Да, но тогда он не ставил на армию вообще людей не служивших, что проявляет по сей день Путин. Ельцин там генерал. Но кто громче кричал, вот во времена пьянок, за нашего там верховного главнокомандующего, за Бориса Николаевича Ельцина, как жахнем. И вот вся эта толпа, как кричали хайль, так вот кричали за Ельцина. И кто громче кричал, те продвигались там за два года, становились там генералами. Леонид Григорьевич, так получается, что Путин кричал громче всех? Нет, ну я о генералах говорю. Я вот генералы, которые росли, и откровенно там говорили, а ты, Заборис Николаевич, когда мы все кричали, ты почему молчал? И вот сегодня, ну примерно к этому же идем. Не интеллект, не разум, не результаты твоей работы, а именно вот, ну такое просчитывается, что кто вот более предан там, там более... И вот в этой связи, ну может быть, кто-то вот в преддверии президентских выборов, из того же Вселено, может быть, из того же этого изолятора или лагеря, как он там, в немало-ненецком, может быть, кто-то тоже отдавай, может быть, генерала получу, вот его врага Путина, уничтожен и прочее, прочее, да. То есть вот если проследить всю вот эту чуревную эпопею Алексея Навального, то однозначно была задана реализовывалась программа его уничтожения физического. Вот уже вроде там морально там не смогли сломить, но ограничили, но что-то там прорывалось на волю, да, и вот надо было, наверное, кому-то выслужиться. Возможно, это так, возможно, я считаю, что это другое. Леонид Григорьевич, ну, Навальный, на самом деле, учился в Ельском университете, вот, а мы знаем же, кто там учился и как они действуют, что этих ребят также обрабатывают и хорошо обрабатывают, поэтому я не думаю, что и тромб оторвался просто так, и что там кто-то, какой-то всиновец захотел выслужиться, там гораздо все, конечно, глубже, вот, но, опять-таки, нам только договорились, догадываться об этом. Ну, Владимир Владимирович тоже работал, и, насколько я понимаю, вот, после службы в каком-то разведке работал в Петербургском, тогда, считаю же, по-моему, в Ленинградском государственном университете. Он работал тоже, вот, наверное, задачи были у него как-то воздействовать на сознание иностранцев, может быть, отслеживать из-за, значит, поведения наших российских студентов то же самое, ну, везде службы работают, но такова наша жизнь, не везде все идеально, не так говорил Иисус Христос. Спасибо, Леонид Григорьевич, но вот Википедия уже внесла смерть Навального 16 февраля, и заметьте, дата какая интересная, да, то есть получается прям ровно за месяц до выборов все это началось. Ну, вот, я еще раз говорю, вспоминая о фразе Бехтерева, которую я приводил, вот если это, ну, какой-то сверху шел заказ, то он обязательно обратную, обратную поставленную задачи, обратного поставленной задачи результата достигнет. Но ведь не будем скрывать, что вот с начала ареста Алексея Навального у нас увеличился поток отъезда из России именно молодых ребят, и вот что сейчас произойдет. Вот, например, никакой, ни капли пользы от смерти Алексея Навального для России, для нашего общественного сознания, для авторитета Путина и вообще власти. Вот эта его смерть не принесет ни капли. И как говорил уважаемый министр экономики, министр финансов, у нас результат есть, но он со знаком минус. Вот примерно так и произойдет. Я в последние годы, ну, начиная с Ельцина, в меньшей степени потом все усиливалось, нагнетание страха, ограничение вот мысли твоей, что это не пиши, это, значит, не читай, это не говори и так далее. Вот. Все это нагнетание страха. Вот. И ограниченность вот даже мысли, убирай эти мысли из головы своей. Но к чему это приводит? Обязательно приведет народовольца. Обязательно приведет ну, к каким-то ответным действиям. К ответным действиям. Что и случилось вот накануне, там, 1917 года. Зачем это нашей стране? Ведь мы самые опытные в плане вот революции страна. Потому что единственная такая вот удачно-успешная революция, но сколько положили ради того, ради того, чтобы вот установить власть народа в стране. Есть у каждого и сегодня, если мы с тобой говорили, что вот сегодня есть пока еще потенциал, чтобы плавно перейти, вот, переходный период, без чувства мести, без этих там, парикад, без перестрелок, вот, плавно перейти, значит, к нормальному образу жизни и развития страны. есть такой вариант. Да, вот на ним нужно думать. И вот я с тревогой наблюдаю, уже иногда хочется вот не анализировать то, что происходит. Ну, посмотрите, вот мы взяли Авдеевку сейчас, ну, объявляете эту победу, там, Соловьев, Попов, Соскобелева и все другие бросятся, значит, сразу говорить, что это гораздо больше, чем взятие Берлина. И заканчивайте эту войну. Почему? Потому что я, вот, вопреки этой фразе Бехтерева, просчитываю возможные варианты посредствий. И вот я, например, обратил внимание, что буквально там за сутки, даже меньше суток, на первом, по-моему, телеканале, центральном нашем канале, передача она идет, как же она называется, игра, не игра престолов, а Дмитрий Саймас там, и Сергей Караганов, и одного, и другого я знаю. Ну, Дмитрий Саймас раскрученный там политик, республиканец, институт Никсона там возглавляет, да, но наш гражданин. Вот, и Караганова, Сергея, я тоже знаю много лет. Вот, и вот они, Караганов, значит, там раскручивают тему необходимости нанесения ядерных ударов. и с каким-то пафосом говорит о глобальной ядерной войне, там, да, что вот надо нам там наносить, и так далее. Саймас, Дмитрий Саймас сдержанно относится к этому, но не возражает. Это вот буквально накануне интервью Путина с такером Карлсоном, да. И вот я, значит, смотрю там, ну, то, что Медведев там, значит, в своих постах там пишет о этой ядерной наносить и прочее, прочее. И действительно, вот, сегодня, сегодня я вижу три точки, я исключаю глобальную ядерную войну, потому что даже те сумасшедшие там эти представители глубинного государства, как их называют, Трамп, они на это не пойдут. Они не пойдут, чтобы ракеты долетали, наши там ракеты, а может быть еще чьи-нибудь, долетят до Соединенных Штатов, тем более там с зарядами там 300-500 килотонн до мегатонны, вот, вряд ли. Но вот эта ядерная тема, она сидит и сидит где-то в головах у некоторых и политиков, и стратегов, и идиотов, вот, как Караганов, например, потому что вот три точки сегодня они могут привести, любая из них может привести к применению тактического ядерного оружия, ну, может быть, оперативно-тактического. Вот давайте начнем. Ну, Запорожская атомная станция, она вот на грани тоже там рисков таких вот сегодня находится, что что-то может рвануть. Второе, это Израиль-Иран, там тоже может рвануть, Иран очень здорово провоцирует, чтобы он какую-то там совершил ошибку, но вот тех же куситов, если они там перережут, эти кабели, идущие по всему миру, вот с востока и туда до Америки, вот, может быть, это спровоцировано, припишут иранцам и нанесут удар, не дай Бог, конечно. Но я смотрю, вот то, что регулярно стали прилетать в Ленинградскую область дроны и по услугам по этому терминалу ударили, и вот сейчас там, значит, еще по всяким нефтепродилищам, но ведь там Ленинградская атомная станция наша, и вот как бы к ней приближается, и что если вот долбанут и там, что это будет? Это будет такая ядерная война тактического уровня, но в различных точках мира. Вот, и такие вот мысли приходят ко мне. Но европейцы, наверное, все-таки боятся по атомной станции бить, так как они тоже находятся на этом континенте, и облако радиоактивное может и к ним пойти, они это прекрасно понимают же. Нет, европейцам немного приходилось работать, что не хотят европейцы, там больше трезвых, наверное, людей, чем в Америке, не хотят, ну, кроме Британии тогда, не хотят, да, наверное, и Британия, вот именно любой войны между Россией и США, например, но на территории Европы. У американцев, у многих, мечта, вот, оградить свою территорию, а европейцы, значит, пусть воюют, вот как сегодня мы с Украиной, ну, кто против? Мы уничтожаем, из одной семьи, как бы выросли, а уничтожаете братья друг друга, ну, посмотрите лица, какие красивые. И в Европе многие радуются, хорошо, что не мы с Россией воюем, а Украина, ну, аплодисменты, и мы еще вот что-нибудь там старье отдали, сейчас что-то новенького, да пусть они там воюют до тех пор, пока ни Украина, ни угроза, ни Россия не будут представлять нам угрозы. Вот и все, да. Так что вот это вот понимать, европейцы войны тоже не хотят, американцы не хотят на своей территории, чтоб разрывались. Они прожили Вторую мировую войну, и у них там четыре японских шара только там с какими-то фугасными зарядами достигли, достигли территории США, больше никто по ним не стрелял, и в результате вот один шар где-то упал там на хозяйство фермера американского, погибла одна корова. Вот и сравнить, что у нас произошло вот за годы фашистского этого нашествия, что мы потеряли и они одну корову. Поэтому они берегут свою территорию, не хотят, чтобы взрывалось. А вы там в Европе, на Ближнем Востоке, там в Юго-Восточной Азии, да, пожалуйста, до последнего там индукса, китайцы, кого хотите, на здоровье воюйте. Вот что происходит сегодня. Леонид Григорьевич, да, спасибо большое вам за аналитику. На самом деле и на границах начинается скопление вражеских сил, вот, поэтому это все, конечно, просто так не остановится. Это тема следующей нашей с вами передачи, потому что это большая тема. разума, чтобы люди понимали больше знаний. Да, пишут иногда там в наших откликах на наши передачи, ну, мы их исключим, что вы там живете в старом мире, в каком-то там своей софт-депе, там есть такие, ну, пожалуйста. Не, мы не удаляем никого, пускай пишут, это их книги, там много и ботов пишут, вот, мы никого не удаляем. Жалеть будем их, жалеть, что у них такой уровень сознания, да, и желаем выдержки вот нашей России и вот мирному плавному переходу к разуму, как Владимир Иванович Вернадский писал, что вот от образования вот это, ну, новосфера наступит царство разума, надеемся, что извилины разумные появятся и у нашей власти. А Алексею Ближетки Алексею Навальну просто выразим наши соболезнования, ну, что сделать-то. Спасибо, Леонид Григорьевич, друзья, Леонид Григорьевич Увашов был с нами. Спасибо, до свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.